И снова здравствуйте дорогие друзья, любители красивого КСа. Продолжаем смотреть за матчем просто против Саймона. Микрофон Гомер и вот она вторая карта, карт Мираж. Традиционная для всех команда СНГ, да вообще для всех на земле, наверное, карта возможно даже имеет все шансы быть на то, чтобы стать последним в этом противостоянии, если команда, которая пикнула, а именно Саймон, смогут ее выиграть. Ведь с чужим пиком инферно они уже справились. Будет ли это так? Только время покажет. Пишите свое мнение в чате, которое я время от времени буду почитывать. А у нас тут пистолетка, которая неординарно доигрывается в тело. И плюс одного игрока, уже плюс два, конечно, просто должны были ее закрывать. 1-0, хотя все начиналось с энтри для Саймона, как я успевал заметить, по крайней мере. Я тут, сори, пытаюсь разрываться сразу на все фронты, чтобы проконтролить моменты. Под конец предыдущей карты перелогинился на твиче. Для того, чтобы, если что, залетать и наводить порядок с двух ног. Но только в крайнем случае. Так-то пишите, за кого болеете, как вам первая карта, думаете ли вы, что просто-просто не смогли проснуться, и смогут ли они сейчас оказать более уверенное исполнение. Ну, поначалу выглядит действительно уверенно. Кстати говоря, пистолетку первую и на предыдущей карте просто выиграли. Потому что на ту речь пошла. Но тогда проиграли против форса за счет неосторожных действий и слишком уж излишне агрессивной игры. Здесь, вроде как, пока все более строго с этой стороны. Ну и от этого, конечно, меньше шансов такой раунд упустить. Вообще, карта Мираж достаточно спорная для матча. Просто учитывая то, что им необходимо выигрывать и ее, и следующий даст. Я тут смотрю статистику. У них 9 сыгранных Миражей. Из них выиграно только лишь треть. Не самые приятные цифры, по правде говоря. Так, какие-то минусы. Да, во-первых, все-таки один фраг успел дать. У него до сих пор 93 ТП. Но это ему особо не поможет. Два красных игрока есть. Но только минус один девайс. 2-0. Команда просто начинает набирать обороты на чужом пике. Мне вот интересно посмотреть, как там с Миражом, в принципе, дела обстоят у них. Против кого они выигрывали эту карту. Ага, выигрывали давненько. Я вот сразу скажу. Последняя победа просто на этой карте была 10 апреля. Ой, ну как-то да. После этого проиграли Gamer Legion, проиграли Winstrike, проиграли еще раз Gamer Legion. Отлетели еще от XCOM и Movistar Riders. Ну, такие результаты, конечно. Но, с другой стороны, против европейских команд это тоже всегда неплохо. Хотя бы подберутся область. Успы в аркаде центром. Есть один минус. Возможно, не дадут выйти на адекватную экономику здесь. Команде просто так сразу. Хотя там преимущественно фраги с фармганами. Опять же, УЗИшки терять здесь было не так страшно. Позором подловить не удается. А, соответственно, 3-0 счет здесь таки есть. У команды Simon Mirage является, судя по всему, инстапиком. Практически во всех играх, на фоне того, что играют в нее чаще всех, а именно 9 раз, минрейт 56%. Ну, между прочим, побеждают достаточно часто в последнее время на этой карте против неплохих команд. Дважды обыгрывали... Три-што обыгрывали, например, тех самых Movistar Riders, например, о которых мы уже говорили. Выигрывали у Gambit Youngster, с которых мы смотрели. Отлетели от Valiant, отлетели от Expert в последнее время и выиграли Farzone. Неплохо, что здесь сказать. То есть, наверное, если, подходя к карте Inferno, мы еще говорили о команде просто как о фаворите в этом матче, то за счет того, что ребята очень неуверенно отыграли свои пики, проиграли его, а дальше Mirage, можно говорить уже о том, что... Где-то Саймон мог быть в позиции силы. Не знаю, так ли это вы можете написать, считаете ли вы так же в чате. Но, по сути, чисто, если на языке цифр рассмотрать, все может казаться очень неприятным для украинского коллектива. Точнее, в принципе, организация, наверное, правильнее будет выразиться. Ну, все. Тут уже дефюз-бомбы. В позиции выбивания ее контролят скинзор. Наверное, я мог бы остаться с кавашом на руках, а не его отдавать. Не было особого профита ему погибать, но... Так или иначе... Первый раунд Саймон забирают прямо сейчас. Ну, пишут, вряд ли проиграют Mirage просто. Может быть. Может быть. Но цифры я вам озвучил. И они достаточно красноречивы, на мой взгляд. И красноречивы как раз в адрес... Команда Саймон. Но... Все может ломаться. Это, опять-таки, СНГ-разборки. Все еще... Матч ответственный. Возможно, у кого-то нервишки могут дрогнуть. Несмотря на то, что это онлайн. Но, конечно, здесь хочется видеть максимум исполнительского таланта игроков. На Рамзика мы вдоволь насмотрелись, конечно. По ходу первой карты. Показывал нам просто дичайший перформанс со своим АВП. О, заметил. Взорно уже поздно. Было реагировать. Залетает в него дым. Бомба так-то вообще на центре находится в руках у Айвана. Вообще он тянуть здесь играется. Ого! Вот это... Выкурили, так выкурили игрока. Неожиданно так просто подловили. Молотовым. Плюс аркада в Пелосе. Ух, много позиций прожало атака. Якиндер вообще... Теперь чили два к ней. Эйвен еще один минус. Что, сторонними снайперами будут пытаться играть здесь? Просто. Да и не только просто. Что у Саймона тоже начиналось именно от игры АВП. Двое на шарте. Зажимаются, кстати, планы с двух сторон. А защита стоит закрыта по отношению к этому. Очень интересная расстановка сил. Правда, Киос уходит и оставляет перфекта одного, который не заметил. Опс. Очнулся. Возможно, кто-то из тиммейтов даже подсказал. Но забирает люркера. И понимает, что оставшиеся два будут идти по окну. Так уж что. Коврак. Эйвен. Ну, тут только есть. Теперь спасет два игрока. Но 10 секунд времени как бы намекают на то, что... Либо бомбу хотя бы поставить. И на вот этот мув... Тайминга впритык, но хватает. 3-2. Ну, хотя бы плюс экономика за счет постановки бомбы. Пауза. Пишет Сайван. Я вам говорю, это похоже на тайм-ауты тактические. Хотя, возможно, как-то на СНГ-квалах по-другому это работает. Но вроде как тоже серваки фейсат. То есть, по идее, должна быть та же схема. А тут такие маневры. Непонятные и тяжелые. Ну, тимток будет. Так, вот она. Анпауза спустя 30 секунд ровно. Я, конечно, не конспировок, но... Это похоже на реально тактический тайм-аут 30 секунд. Может быть, там как-то проблемы с нажатием паузы. И ребята пытаются контролировать этот момент таким вот образом. Не знаю. Не принципиально. Наверное, принципиально, чтобы раунды продолжили забираться. Хорошо. Достаточно интересное начало. Очень быстро проходит шорт. Ничего с ним делать не может снайпер команды Саймон. Рамзик в этот раз пропускает. Немного соперников. И тем самым, ну, создает огромное количество дискомфорта по всей позиционке. Рамзик уже ждет принимать бпоинта. Бпоинта и нет. Просто заняли лифты. И как бы от этого и планирует дальше плясать. Бомба на центре. Никто торопиться особо не собирается выходить дальше по позициям. Кидывается дым на коннектор. Не он. Ага. Просто пока что будет смотреть со внешней стороны. Заметил и Киндара. Но корешок разбил. Самого соперника попасть не смог. Готовится сплит. Выход на А. Рамзик так-то уже на КТ слышали. Это прогорание Николбека на Молотове. Ой, как бы здесь не нарваться сейчас. Подфойлер проверяется. А тут припайр. Красный игрок. Ну, было бы странно, если бы убил Киндар. Оказывается, сюрпризом находясь в джангле. Что немного для меня непонятно. Но все еще втроем. Без адекватного подступа, наверное, здесь придется играть. Ибо гранат нет. А Рамзик с АВП смотрит тупо в бомбу. Говорит, ну давайте идите. Поговорим. И он идет. Фуарыч. Минус два. Вот это дела. Киос пытается успеть. Успеть занять позицию. Ай, простреливает не туда. Он мог бы убить ставящего, если бы немного больше проверил. Понимает, под что ставится бомба. Сразу чекает шорт от греха подальше. Идет душить в поинте. Справляется. С Фуарычем. Это один на один против Киндара, у которого есть хаешка. Не физбомба. Вот она граната. Ба! Красиво закончить раунд. Тоже нужно иногда уметь. 4-2. Двухкратное преимущество. Просто до сих пор есть за атаку. Очень неплохо. Начинают просто. Мне трудно говорить, у кого есть преимущество, кто должен побеждать. Могу только вам разве что циферки с Хелтовой цитировать. Потому что, как я уже говорил, в последнее время за СНГ сцены как бы следить не доводилось. За счет большого количества квалификаций. И... Мое мнение не будет являться авторитетным. Оно будет процентов на 40 так точно состоять из стрельбы пальцем в воздух. Но я бы не отказался от трех. Потому что первый матч, который я сегодня кастил, был очень односторонний. Какие-то перевороты интересные. Было бы круто понаблюдать. Знает Неланглея. Его оппонент дотыкал. Но это единственный минус для команды, конечно, в этом раунде. Но все еще приятный. Шот. Проходится. А вот еще один фраг. Рамзик, да, прыгнул уже в никуда. Понял это, к сожалению, только уже в процессе прыжка. Сконтролили возможные выпады. Ну, просто уже забирают опять за атаку. Наверное, можно констатировать прямо сейчас, что мираж для них идет намного комфортнее, чем это было на Инферно. Снова девайсный. Два ВП уже у защиты. Постепенно подоспевают ультимативные решения, видимо. Мак-10 у Айвана с Гэмом Николбэка. Вот такой бай с другой стороны демонстрирует просто агрессивная яма. Торик. Просто пора идет в упор уже. Возможно, даже пойдет чекать, но это будет лишним. Вряд ли так поступит игрок защиты. Вот вроде БВП два, но китов вообще нет. Да и гранат не очень много. Тут уже потенциальные в окно могут подсадиться игроки. Весь мид под их контролем. Бывает. Такая траектория неординарная у Текендара получилась. Коннектор плюс яма. То есть раунд как бы в своем плане очевиден. А значит идут на Рамзика. Рамзик попытается наказать всех. На джангле позволит пока что не переживать за эту позицию. Ну что-то Рамзик все. Отбил все желание. Абсолютно. Идти под него. Плюс еще и Перфект, который поглядывает. Ага. Усторик. Спина сработает или нет? Парень-то все время в окне тусуется. Делос. Второе ОП. А, ну все. Вот сказочке конец для него. Это серьезная проблема. Тем более, что как-то на ООГе тоже не до конца прочно смотрится. Эти вот проблемы колоссальные, конечно. Они приводят, скорее всего, к еще одному поражению в раунде. Без китов-то выбивать я вам еще раз напомню. С другой стороны двое Близи на шарте. Эх. Не, он не пошел. Даже примерно в том направлении. Хотя бы у Близи Копс тимкил бывает. Ну, вроде как. Вроде как это камбэк по картам намечается постепенно вот просто. Жесткая атака с их стороны, что здесь сказать. Плюс в защите как-то шатко смотрится Саймон. За что ребят наказывают активно. Шесть-два. На контрасте с Инферно, конечно, это выглядит как абсолютно другой уровень Counter-Strike. Пауза не ООН. Да, видимо, так пауза прожимается у нас здесь. По какой-то причине. Тактическая. Ну, главное, что команды осведомлены и все в порядке. С экономикой напряг для Саймона. Ну, как-то слушайте. Я, наверное, уже ждал и больше. Потому что вот обронил я фразу еще на Инферно о том, что планка ожиданий резко выросла после того, как играли Саймон. Будучи претендентом, да, а не фаворитом. Но на своей карте пока такого исполнения как-то было на первой. Да и, как видно по статистике, мы не наблюдаем. Сняли паузу. Минута. Там целая была рассуждений для команды Саймона. Ну, вот где, где идеи какие-то определенные. Возможно, какая-то агрессия по центру карты. Но это вот из стандартного джентльменского набора планов после тайм-аута. Пропушить мид. Пока, тем более, есть АВП. Куда-то бы Рамзика запустить с этой снайперской винтовкой. Где, кстати говоря, он? А вот и он. Действительно запускается под яму в упор. Любопытный мув. Но тут разве что дотал выйти на Кинзора. А, Кинзор сам проверяет. Дважды чекает плечом Рамзика. Это была роковая ошибка для него. Тут еще и ко всему подсадка. Не он. Да, минусует Айвена как бы. Отличная позиция. Вопрос в другом. Вот как вам этот парень? И Киндар сейчас две спины увидит. Ага, видит одну. И вторую не дочекал. Небольшая погрешность. Но, тем не менее, вот теперь он может быть не готов ко второму игроку там же. Посмотрите, где Торик прячется. К такому судьба не готовит. Боялся, наверное, другого какого-то игрока, который бы смотрел в его сторону. Поэтому сразу при первой возможности дал фраг. Но за это немного поплатился. Атака перетягивается уже своими звеньями под Бэплэнд. А тут, кстати, два пистолета. Что-то неужели... Ну, шансы на 2 в 4 остаются по мне. Особенно после такого промаха. Промаха 2. Остается Киос. Ага. А его-то и не ждали. Снова не до конца понимания позиций. Во многом сыграл свою роль. Фларыч будет мансить за поэнтом. Есть один. При файре на второго, но игрок не открылся. Второго забирает Фларыч! Не дожимает НТ, конечно, здесь хочется сказать. Очень и очень близок был Фларыч к тому, чтобы распетлять такой тяжелый раунд для своей команды. Ну, тогда бы уже однозначно был героем, спасителем. И каких-либо отмазок на то, чтобы дальше не забирать какое-то невероятное количество раундов за атаку. Наверное, и не было бы. Ну, так окей. Так, все-таки счастье было близко. Но оно не произошло. После паузы, все-таки, команда Саймон, ну, хотя бы находит для себя третий раунд. Пока и то неплохо. Хотя я думаю, что многие ждали побольше. Причем с самого начала, Саймон. Мне, опять же, трудно судить, потому что это мое первое знакомство с командой Саймон. Но на Инферно ребята понравились. Что будет здесь, пока трудно говорить. Вот просто. Просто подраскидку на обои. Причем с пропушем. Достаточно интересным сквозь свой же дым. Не он. Оп. Одного забрал, второго вдалеке видел. Но теперь все равно сориентировался. И на парня в упоре очень четко отстрейфился. И если бы стрельба позволила, то, по идее, фармилку должен был бы минусовать. Фармилка оказалась роковой. Три в три. Но очень и очень плохое хп. Что это за молотов такой интересный был от атаки? Под пеллос. Ну, как бы Фарыч только что очень четко намекнул, где он играет. Опять открыться должен, по идее, погибать. Так оно и есть. Ну и... Ага. Они не дефьюзят все это время. Где деф? Где деф-бомбы? Никто не дефьюзит. Лол. А почему? Там вроде парень с китами должен был успевать раздефьюзить. Но что-то ребята не разобрались. 7-3. А как это произошло? Ладно. Где-то несостыковочка только что возникла. Причем очень болезненная несостыковочка. Опасные парни, конечно, эти просто. Вот вроде бы на первой карте ничего и не показали. Но второй уже очень сильно заставляет переживать фанатов команды Саймон. Так, не он заметил одного пропрыгивающего на центре. Здесь. Перфекта. Сауган. Пришел на свою смерть. Идиос с шестью хп забирает одного игрока. Но как бы все очень плохо, если честно. Какие-то вот такие вот врывы могут спасти. Рамзик замечает. Рамзик. Вот. Вот чего не хватало-то. Точно. Я уже и забыл. Мистер Рамзес, который будет хоронить всех. Есть трипл. Квадра не будет. Но будет раунд для Саймона. В кои-то веке. Ну, это уже поприятнее, конечно. Наконец-то команда Саймона умудряется сбить экономику оппонента. Хотя шли они к этому очень долго. Экономический. Вот просто 1850 у двоих игроков. Ну, такое. Терпимо, конечно, но могло бы быть и получше. Буду запускать у нас Эйвона. Летящим. Но там никого на окне. Так что... Оказался все-таки театр без зрителей у нас с вами. Ну, просто попытаться поставить бомбу. Вот что необходимо. Врыв. Торик, кстати, так как врывы стоял. Как-то неудачно. На ВП 25 хп у Рамзика остается. Его пойдут душить. Рамзик это прекрасно понимает. Будет пытаться стреливаться с Юспа. Призывайте мейтов на помощь. И вот благо как-то на пару. И то... И то все равно погибает. Неплохие действия. Фулл эко игрался. Киндары заметили. Вот этот нюанс, наверное, может стать и ключевым. Но просто играют больше на раунд, чем на... Что? Я уже думал, он ему позволит ее поставить. Видели? Это класс. Как бы когда ты уже ничего не можешь поделать и понимаешь, что... Тебя однозначно ждет смерть. 5-7. Без бомбы раунд в итоге. Но что-то... Походу парочка новых седых волос на головах у Саймона появилась. После того, как их только что чуть не убили пистики. Внезапный, внезапный КС, конечно, у нас на Мираже происходит. Ладно. Счет адекватный. Я бы сказал, скорее рабочий для команд. То есть здесь не хочется и нет смысла хоронить кого-то. Ну, разве что вот кроме Рамзика. Его только что уничтожили. Но я говорю на дистанцию. Конечно же. Нива. Хорошо просочился. Ах, ну не справился с оппонентом под собой. С этим исправляет Сторик. Оставляет только одного киндзора на размен. Четко на мобильник страйфанулся. Но, правда, прыжок был немного лишним. Два игрока атаки выходят под абсолютно пустой оппонент. И уже играют на постановку бомбы. Два в два. Есть киты. Это здесь супердальние позиции. А, и недострел еще. Так, чтобы наверняка по фларычу. Восемь-пять. Первая половина за командой про-100. Ну, красавцы. Наверное, здесь что хочется сказать про ребят. На своем пике не показывали такого уверенного КСа. Молодцы. Вполне реально еще до третьей карты. Синуть это будет Даст-2, если кто-то вдруг не в курсе. Начинается раскидываться. Но это то, на чем я акцентирую внимание. Что тут такой список карт, что может произойти абсолютно что угодно. Инферный мираж даст. Это же классика для СНГ. Для любого уважающего себя СНГ коллектива. Торик. Он был заметен парышем. Хотя это почему-то оказалось невзаимным. Но это в любом случае фуэкономически. Вот как бы уже и девятый для команды про-100. Попадают по головам. С юспов. Все игроки Саймона. Но вот попадания все нелетальные и нелетальные. Рефаер. Пытается сам инициативе дать фраг. Но калаш унести не позволит. 9-5. Не самая уверенная первая половина. Саймон. Достаточно серьезные серии раундов забирали про-100. Ну, на первой карте прям чувствовалось, как Саймон доминирует. В один момент. Когда ты видишь, что команда просто взяла серию из трех раундов один раз за игру. И потом вот под конец только еще два раунда подряд смогли взять. Это как бы намекало на то, как тяжело. Добываются раунды этим коллективом. Но здесь, здесь абсолютно другой разговор. Рамзик. Там детальный эндер. Правда, с потерями. Все равно вот, где Саймон находит один фраг, там просто потом найдут другой. И не факт, что один. Рамзик. Еще минус. Опять на разменах происходит. И там спина все это время. Спина идет. Кидзор спалился. Ну. Бомба в упоре меня больше интересует. Кидайвана. Пускай тотально он его переспреивает. Но не ждет второго абсолютно. Теперь. За что и был наказан. Один на один. Перфекта. Его позиция под вопросом. Но теперь знают друг о друге игроки. Напряженная дуэль. Фарычу преимуществом. По сути зрения мощности. Девайса. Зажим. Хороший. Но на молотове потерял хп достаточно много здесь. Просто Перфекта пытается успеть ливнуть под другую позицию. Пока его соперник ставит бомбу. Ну. Если пару секунд еще не будет никаких действий по коннектору. То конечно уже поймет Фарыч откуда ждать. Уходит просто под Пеллес. Теперь уже не принципиально где находится оппонент. Он в хорошей позиции. Под то, чтобы его минусануть. А вот Перфекта нужно чекать вообще все точки. Но он с этим справляется. И забирает шестой. Хорошо. Под конец хотя бы шестой раунд заполучить уже для Саймона. Позволяет им чуть-чуть пороскованнее ощущать себя. Наверное по второй половине спрашивают про хп. Но здоровья было действительно мало. Всего лишь 26. Достаточно плотная первая половина. При этом далеко не такая простая была прогулка, как могли некоторые ждать для команды Саймон. Возможно. Но чисто исходя из статистики первой карты. Я думаю, что у некоторых такое впечатление должно было оказаться. Но в игре тут... С перехлестом в три раунда просто половину забрали. Теперь пистолетка. Саймон атакует. Просто обороняются. И что придумывает этот замечательный коллектив? Сейчас и увидим. Просто аркада Б. Ничего сильно необычного фларащика. Сперехом в хоррике. Отстрелил только одного. Тиммейт это неподалеку. Так что тебя пытаются тоже отдуваться за благо своей команды. За то, чтобы не пришлось играть в лузерах. Но пришлось играть даст, возможно. Вышли убивая листавящего. 1-2 для Нилана. Который без армон. Будут пытаться оброливать по двум направлениям. Но Нилана инициатива действует. Эх, но с Николбеком сделать так ничего и не смог. 10-6. Просто. А вот вам как бы и возможность выиграть для себя карты Мираж. На Дасте ситуация достаточно любопытная. Ее Саймон играли всего три раза за три месяца. Винрейт 0%. А у Простого, конечно, даст больше целых 7 штук. Винрейт 29%. Тоже не очень. Не очень много. Корс. Ну вот куда они идут в этой инициативе, до конца непонятно. Синхронный выстрел один с Диглой, другой со Скаута. И это минус первый игрок на карте от Простого. Мне кажется, даже они там пошли проверить, что-то было или не ценное. Если да, то как бы можно было потратить какую-то гранатку и отобрать себе девайс. Ну, ХЕ-шка даже была. Вообще-то. То есть могли себе прикинуть. Тут план в другом. Тут уже готовится во все выход. А дальше позиции-то дальние. Больше никого на планете нет. Пробрасывается хорошая гранатка. Но точку отдают. Отдают возможность, по идее, ставить бомбу. Ниван, Ниван. Очень активно пробежался в упор. Бомбу ломили. И дым был не идеальный. Вот этот момент оказался роковым. Теперь дым под выход. Оп. Парапрыжечки. Торик запалился. Но хотя бы смог забрать бомбу. Плюс тут еще спина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас может быть? Поздновато, позновато получается. Идадим. Сразу по наводке второй разменивается. И все-таки не зарекомендовал себя удачно форсбай. Хотя вроде бы и были моменты. Парочку неплохих. Конец оказался довольно предсказуемым. 1-6. И потенциальный выход на двукратное преимущество. Для команды Pro100. Игра продолжается. Все начиналось с отличного. Энтрии вроде как на плен смогли просочиться. Но прострелили ставящего бомбу. И когда дыны рассеялись. Последние шансы тоже, по идее, пропали. На спасение такого раунда. Ну вот в итоге и последствия. Как можете видеть. Команда Саймена рискует отправиться на Даст второй. А там уже кто его знает, что будет. Чисто пистолеты. Рейвент. Ах. Ну как бы... Дав два фрага только отдается. Хотя тоже неприятно было все равно ему отъезжать. Но это пока единственный размен. Где у нас находится атака? Рамзик. Чилит. На Т-спауне подбегает поближе к Торику. И те вдвоем будут пытаться вновь выходить на... С аппоинтом все достаточно тяжело. Находит Сторик. И Рамзик с П-250 никуда не торопится. А ну что, девайсного здесь уже, наверное, ждать. Сразу дал показки Фарычу. Но 8 хп-то добрать никому и не получилось. Ну вот оно, то самое двукратное преимущество, о котором мы говорили. На этом моменте у Саймена наконец-то появляются девайсы. Но сами ребята могут оказаться в таком же неприятном для себя положении, как это было у команды просто в предыдущем. На предыдущей карте, если быть точным. Там как раз вроде бы и пытались цепляться, но экономика плохая. И находить возможности действительно переламывать карту. И осуществлять контроль над всей игрой. И как такового этого не было. Ибо деньги заканчивались слишком быстро. Хорошо. Есть интересная позиция от Николбека на шарте, который тут пытается реализовать на минус. С рефрагом. Оп, вот этот звучок не должен был залететь. Ну ладно, потом уберу. Сран буста. Выпускает игрока атаки. А здесь уже и никого. Шорт спрятался. Интересно, достаточно флешка. Граната в ответ. Пошел раскид. Николбек просто в коннекторе морозится. Там как бы он найдет для себя зон, чтобы увидеть оппонента. Но уже слишком пот. У него вкидывается молотов. И приходится передавать инициативу в руки своих тиммейтов. Клейван не ждал подсадки прямо над собой. Вот это сюрприз для него. За углом с МП5 играет Кензор. Вот его-то и не проверяют. Но это по-прежнему еще не то чтобы играбельно. Это ситуация, из которой Саймон обязан выйти победителем. И, судя по всему, они это сделают. Но что бомба будет ставиться, будет и счет 7-12, судя по всему. Пока бровновато хоронить. Хотя и все так неоднозначно происходит. Давайте, наверное, сделаю сейчас вот так. А тут быстренько сделаю мод звука, который я случайно забыл замьютить. И это была моя роковая ошибка. Но ничего, все сейчас пропадет. И мы будем с вами счастливы. Опа! И никто ничего не доказал. 12-7. Ну, из того, что может играть на руку Саймон, это, конечно, сторона атаки. То есть, вроде бы, неплохо себя должно ощущать, если удастся постоянно переворачивать экономику соперника. На этом аспекте можно выйти ближе, по крайней мере, ко временной ничьей. И там уже дальше играть на равных. Ну, для начала, ну, сколько? Ну, раундов 10 необходимо. Дима Саймон, чтобы было 10-12 где-то. Тогда это уже будет абсолютно рабочий разрыв. Но просто сильно долго церемониться, судя по всему, не собираются. Два ВП. Экиндар плюс Сайван. Один коннектор, другое окно. Любопытная позиционка. Только один игрок под б-плентом находится прямо сейчас. Это Кензар в закрытой позиции. К нему уже сейчас идут тиммейты на хелпу. Это Экиндар. И даже третий, возможно, оттянется. Нет, Эмон просто идет на КТ. В принципе, бомба-то еще лежит. Ее как бы нужно забирать. Ага. Погибает тиммейт. У ТВП Экиндара. И Рамзик в поиске размена. Пробрасывается дым. Забирается дым тиммейта. Ну, тут логично все пока что с его стороны. Независимо от того, куда будет идти атака. Почему бы не потратить дым дополнительный. Ну, и вот он уже начинается, финальный выход. Дым в коннекторе. Кубек напрягает окно, и он вообще начинает прошивать шорт. Мне кажется, есть небольшое недопонимание. Просто о том, какой раунд дальше готовится. Фарыч в упоре под ямой. А тут дым. 28 секунд. Дым скоро рассеется, по идее. Обрасываются гранаты. Фарыч. Решает отходить. Справляется его тиммейт с коннектором. И ПАВАС дает свой минус. Торик, еще один фраг. На дворцу как бы здесь и не открыться особо. Эйвена просто стягивает внимание. Пытается ставить бомбу на морозе. Здесь можно нарваться на неприятности. Вот так вот устанавливая поэнт. Благо это был авик, который не имел возможности просто зажать в направлении постановки бомбы и выбить ставящего. Тайминги бы не позволили сделать это повторно. Ну, похоже на еще один раунд за атаку. Второй подряд уже сейчас. Никидар Кензор уносит свои девайсы. Все. Борьбы с Дефьюз не будет. 16.8 С деньгами все очень так себе. По правде говоря. Для простого. Даже после сейва двух девайсов. Ну, пистолеты-арморы могут себе позволить купить Николбек и Айвен. Фарчи должны это. Финансы. Не годятся. Интересненько. Все может оказаться не так просто. Для простого, как некоторые могло показаться. По первой половине. Ну и игра-то продолжается. Я там смотрю винстрайк от камбэч или против 7 первую карту. 19-15 на овертаймах выиграли. Вот это дела. И параллельно на овертаймах играет Виталити против Эннерджи. Жесть какая-то происходит. По всем фронтам. Жаркие каточки. А здесь. А здесь. Оу. Идут уже тушить. Своих оппонентов. Есть потери. Но. Не так-то все и просто оказывается. АВП Екендара. Какой промах неприятный для него. Но промах намекающий на то, что подсейвить АВП было бы здесь явно не лишним. Ну как-то так. Экендар просто будет уходить. Будет ли за ним сильно активно гнаться атака? Наверное нет. Самих денег, как вы можете видеть, не слишком много. Так что значимость своей экономики преобладает. Воу. Скиллс. Хороший фраг. Ну все. Можно вот где-то здесь на полосе и дочилить до следующего раунда. 12-9. Ну я говорил, для рабочего разрыва нужен еще где-то 12-10. Но учитывая ситуацию с экономикой, то если Саймон забирает 10-й, то там и 11-й. Неподалеку. Если не будет нормального сейва для защиты. Так что возможно, возможно. Действительно камбэк разворачивается вот сейчас в самой интересной стадии. Мы увидим так ли это, потому что снова в защите появляются 2 ВП-раунда. Будут опасные дальше. Экендар. Оу. Его застопили этим смоком. Будет похоже уходить. Без попытки какого-то еще пропика. О, кстати, 56 ГП. Вот это хэдшот! А больше никого и нет. На пленте. Открыто. Но как бы это еще понять? Вот в этом-то, наверное, и проблема. Пока пытались зацепиться за стягивающегося, хелпующего игрока. Тут уже пришел Николбек чуть-чуть пораньше. Но все равно это был моментальный энтри без каких-либо потерь по здоровью. Опасно. Ставшиеся силы атаки также перетягиваются, судя по всему, в направлении Бабуэнтейки. Нар идет пикать подземку. Это размена уже... Нет! Это не будет размена! Потому что Нилан забрал только что этот тавик за секунду до того, как тот пикнул своего визави. Вот это дела. Николбек. Пытается жить в пленте, пока альтимейт к нему особо и не торопится. Я вот смотрю, флешку под себя накинул. Сам сработал. Но четко Николбек молодец. Вот кому-кому к нему претензий точно никаких нет. Вот только даже этого на победу в раунде может не хватить. Перфекто. Хотел убить уже одного сейвящего. Погиб от второго. Фарч. Вряд ли идет на ретейк. Конечно, приблизился к шарту, но, наверное, оно того-то и не стоит. Два ввп подсейвить выглядит пополезнее. Так что счет 12-10 здесь неизбежен. По сути. 2900 насыпит игрокам защиты. Полного бая там, по идее, не видать. Но вот два дропа плюс два ввп как бы уже намекает. Кензор сам себе сможет затарить хоть что-то и нормально. Этого должно хватить. Айван нажимает паузу. Ну, здесь потенциально, да, выглядит все нормально. Этого фарч кидают по какому-нибудь фамасу условному. И себе немного гранат добирают. Ну, как вариант, по крайней мере. Возможно, сыграют экономически. Кто его знает. Кензор на кольт вместе с армором хватит. Но всегда есть опция отыграть один раунд экономически. Сейчас и в следующем показать три ауга, два ввп. Чтобы уж точно ни в чем себе не отказывать. Но пока пауза не снимается. Появляются пистолеты. Значит, просто будут играть на экономику для себя. И выпускать Саймон уже на минимальную дистанцию. Вот вам и вторая половина. Вот вам и атака. То, чего кто-то, наверное, уже и не ждал. Но серия с четырех раундов присутствует. Это все еще не так много, наверное, да? Четыре раунда подряд, что мы прям говорили. Все, разгром, гг, ливаем. Но постепенно просто могут начать переживать. Так, не торопится снимать паузу. Времени много. Можно подождать. Можно заглянуть в чат. Наконец-то сняли паузу. О, мой бог. А, и паузу теперь Саймон нажимаю. Так, чтобы наверняка. Чтобы живось нам хорошо с вами. Окей. Посмотрим, что там в чате. 16-12 пишут. Но не факт. Не факт. Ну, просто есть время камбэкнуться. Дальше и экономика стакается уже постепенно. Да и рано или поздно где-то Саймон не будут с первой вырубать нужных игроков. Кинзор теперь нажимает паузу. Они издеваются над нами. А давайте 10 минут суммарно попять в ту и в другую сторону посидим, почилим. Надоело. Чаечек сходить. Заварить. И немножечко порелаксировать. Так, паузу сняли. Все. Похоже. Игроки Саймон. Молодцы. Возвращаемся в игру. 12-10. Пистолеты, арморы, плюс 2 ВП. У команды просто. И возможность какая-то быстрая реализация ВП. Айван-то уже дропнулся вниз. Пошел с коннектора чекать. А там уже никого и нет. Второй авик у нас находится под апплентом. Ну и уже выход. Решили не церемониться здесь. Возможно, зря. Ох, все на смаках. Ничего не видно. Вот что видно. Это кинзор, который до сих пор жив. Но скоро тиммейтеры стянутся. Дигл затопить его не получается. Но возможно получится АВП просочиться. Видит, да, спину. И ливает обратно в дым. Хорошо работает здесь. Эйван. Эйван. И еще один хэдшот. Два АВП. Это никто не отменял. Фактор. Это может еще сработать. Рамзик ждет ошибки позиционные от игроков защиты. Но те пока действуют 100%. Дым накидывается. Рамзик никого не видит. Николбэк просочился. Николбэк. А, замечает Рамзик. Два ХП у того. Но живет. И вот теперь почему-то Эйван открывается. Не до конца мне понятна причина этого открытия. Перфекто. Замечает еще одного. Ну и сами пошли в руки. К сопернику. Фларыч последний выживший. С АВП на руках. И пятью ХП. Сбирает Рамзика. Знает про второго. Стреляться с тема один на один. Побоялся с Калашом. Перфекто воевать против Фларыча и его АВП. Но который на самом деле на П-250 стрелял. Быстро меняется позиция. Прокидывается дым. Перфекто. Интересная, конечно, точка. Но... Как бы его креатив сейчас не похоронил. Он не ждет. Этого не ждет. И Фларыч выигрывает раунд для просто... Какой раунд только что разыграли? О, мой бог. Два ВП. Вот вам и зарешали. Фларыч плюс Эйвен. Четыре килла в этом раунде дали суммарно. И Киндар также еще один. Вот это дела, конечно. Два ВП, делающие ветер. Красиво. Что здесь сказать? 13-10. А вот как бы вам и... Возможность... Отменить камбэк. Обратите внимание на то, что у Саймона деньги далеко не самые очевидные. Короче, все достаточно близко к провалу для Саймона, если они... Ну, не продолжат набирать раунды еще одной какой-то большой серией. Проиграли двум Авикам, вы вдумайтесь. И пистолетам. Решили сыграть быструю и за это поплатились. Очень жестоко по отношению к себе. Киндар видит зазор в дым. Вот это флешка накинутая, красивая была. Под него и все. До свидания, Киндар. Стопроцентная работа против позиции. Вражеского Риффлера. Киос. Остается на коврах в упоре. Эйвен проверяет от греха подальше окно. Там на самом деле уже может быть игрок. Но Перфект просто ждет лифты. Плюс дуэт в упоре в яме находится. Ну неплохая позиционка вроде как. Расстановка сил адекватная. Но только с расчетом на Аплэ. Акцент сделан на оборону этой позиции. На Б вообще никого. Знали бы это Саймон, давно бы выбежали на эту позицию вот сейчас. До них постепенно доходит. Что можно и здесь где-то почилить. Киндзор. Ну есть вариант вообще защите уйти сейвить в четвером. Коль уж они не угадали с направлением атаки, то зачем им погибать здесь и отдавать свои девайсы. Это позволит дальше быть серьезным соперником и не позволит Саймон выигрывать раунды только за счет экономики. В принципе нормальный варик. В принципе где-то от этого и играют судя по всему. Трое в пелосе и один остается на КТ. Немного не по таймингу обернулся. Киндзор погибает от Нивана. Ну это только минус один девайс. У Эйвана так-то 6-150. У него все замечательно по финансам. Два раунда разницы. Очень тяжело команде простой берутся раунды в защите. Раз уж на то речь пошла, они ни одного полноценного девайсного не выиграли в дифференсе. Только один форс и пистолетная серия. Все, что мы увидели от этой команды пока что. Снова быстрый выход от коннектор. Молодец. Лицо к варычу. Минус 19 хп. И второй игрок тоже выходит в агрессию. Уууу, 34 хп. Николбек. Чекает подземку. Но самое интересное, похоже, Кеос тут решает чудить. Пытается найти какой-нибудь зазор, в который можно поймать игрока защиты. Но те не подставляются. Николбек все еще на месте, по идее. Да, тут связка смерти на самом деле. Вот он первый фраг на Нилана. Николбек после этого будет чувствовать себя еще спокойнее. Двоем с тиммейтом все равно могут погибнуть. От Николбека. Это просто не всегда проверяется. Вот эта позиция, которая вам выигрывает вообще все. Полная неготовность у команды Саймера к этой точке. И это влечет за собой неминуемые последствия. 14-й раунд для команды Pro 100. В двух шагах от того, чтобы выиграть карту Миража и все-таки добраться до Даста второго. Заветного сейчас находится коллектив Pro 100. Красавцы, наверное, что здесь хочется отметить. Действительно, вот ребят встряхнули. И они уже играют намного интереснее. Отличная позиционка была. Выпустить таким вот образом Николбека. Это то, что было необходимо. Саймон к этому. Но они даже не предполагали, что такое может произойти. Убили Авик на коннекторе. Расслабились, а зря. Кстати, Авик и на коннекторе. Он снова умер. Но это, правда, не факт, что была снайперская винтовка. И не обратил внимания в руках у Якиндара. В любом случае, он вышел на коннекторе. И отъехал Николбек. И отъехал Николбек. Снова пытается наводить кипиш. Но в этот раз только отдает один. Фрак сразу после этого погибает. Не настолько хорошо получается раскрутиться здесь. И просто начинают охоту по всем позициям. Ларш проходит яму в упор. Кензор занимает уже шорт. Что зашло по урону? Откуда это вообще залетело? Но не принципиально. Принципиально то, что идут на укрепленный поэнс. Судя по всему, здесь игроки Саймон. Вот то, на чем могут и нарваться. Ага. Уходит Эйвон все-таки. Киос. Вот это тайминги могут быть. Эйвон туда-сюда мечется. Успеет ли поймать Киоза? За спину это слышали, по идее. Должны были, по крайней мере. Нормально. Эйвон справляется с этим минусом. 25 секунд. Там есть спина. И спина в спине. Так, чтобы наверняка. А Рамзика-то никто не подстраховывает. Рамзик, если погибает, то уже все. Рамзик погибает. Бомба остается наверху. И только игрок в тыла. Да, и остался на две позиции. Но сделать с ними ничего так и не может. 15-11. Четыре маппоинта для команды Просто. Думали Саймон, что они самые хитрые с их парнем в тылах. Но кое-кто был еще хитрее. Соответственно, с перехлестом четыре раунда сейчас Просто лидирует на карте и претендуют на победу на ней. Окей. Причем сразу же прямо с этого раунда начинаются серьезные неприятности для Саймона. И возможности их додавить у Просто присутствуют как никогда. Только скаут СГ и три пистолета. На большее не было возможности закупиться. Ребята слишком много проигрывали раунда в последнее время. Николбек. Там, если будет подсадка, то как бы и все. Конец. А там и без подсадки Николбек вычитает одного из игроков. Его отчаянно нашивают. Но тем самым только парит позицию. Но никакого полезного импакта не находят. Ниван. Ага. Он только так немного продамаживал. Но все еще ни одного минуса для атаки. Только сейчас Ниван отдувается. Пытается давать ноу-сколп так, чтобы наверняка. Два в четыре. Все это время Торик не может найти себе какого-то шанса уцепиться за фраг. Погибает его тиммейт. Но это ГГ очевидно. На этой карте. И все-таки даст второму пыть, дорогие друзья. 16-11. Счет 1-1. И мы с вами активно готовимся уже смотреть карту DAS 2. Она начнется совсем скоро. Традиционный перерывчик. 5-10 минут. Пока что отойдите, заварите себе чаек. Попить водички. Еще что-нибудь. Что сочтете нужным. Ну а мы вернемся буквально совсем скоро, спустя рекламно-музыкальную паузу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова